13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Микрофон Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает российский политик, депутат Государственной Думы от Кировской области, выдвинутый политической партией «Справедливая Россия», заместитель, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Так вот все регалии здесь назову, потому что сегодня вопросы будут касаться непосредственной деятельности вашей, Сергея Александровича. Сергей Доронин сегодня высказывает свое особое мнение. Здравствуйте. Добрый день. Начнем мы с громкого достаточно сообщения, практически дело, которое раскручивалось с начала недели с подачи газеты «Коммерсант», уважаемый, которая пишет о том, что глава Сбербанка Греф подписал письмо, направленное в Государственную Думу на имя Сергея Нарышкина и одновременно в Генпрокуратуру, в которой просят принять во внимание информацию о зампреде Думского комитета по аграрным вопросам Сергея Доронина. И дальше разбирается ситуация с группой компании «Абсолют Агро». И вы здесь упоминаетесь как человек, под гарантией которого были взяты крупные суммы у Сбербанка и которые не возвращены. Греф, если это был Греф, требует разобраться. О справедливости ряде, хочу сказать, что я не нашла в интернете выкладки письма конкретного там, да, и вы мне тоже не принесли это письмо. И комментарии Грефа что-то я тоже не нашла, но возможно они появятся, потому что буквально 29 числа эта новость прошла. Далее мы видим, что эта новость прошла и в наших СМИ, и естественно вы человек, который близок к нашей земле. И дальше я вижу, что прошли комментарии Государственной Думы. Государственная Дума открестилась от того, чтобы рассматривать вопросы взаимоотношений банка и конкретного человека, то есть вас, и не считает, что это вопрос, который нужно брать, например, на комитет по этике. Эта информация тоже есть, в частности информационное агентство ТАСС. Сейчас в заметке, в материале в Госдуме прокомментировали данные СМИ о претензии Сбербанка к депутату Доронину от того же 29 февраля. Об этом пишут. Что происходит? Ну вот, Светлана, вы действительно как бы все правильно зачитали, и я понимаю, для чего появилась данная статья в газете «Коммерсант». Я, в принципе, понимаю, сколько это стоит, появилась она по одной простой причине, для того, чтобы точно так же могли цитировать данную статью, как вы сделали только что, буквально 30 секунд назад, на протяжении полутора минут, перечитывая совершенно нелепые какие-то фразы, предложения. Я считаю, что в этом письме нелепо все от начала до конца. Ну, как это умеют делать профессиональные журналисты, там передергивание идет на 100% всех фактов. Секунду, подождите, секунду. Вы сказали, я считаю, в этом письме все нелепо, а дальше вы говорите, что передергивают журналисты. Так все-таки вы с журналистами, которые печатают статью и перепечатывают в новости, или вы видели письмо и с письмом не согласны? Я считаю, что, наверное, нет предмета для обсуждения, потому что, как таково, письма на сегодняшний день в Государственной Думе я обнаружить не смог. Значит, нет этого письма, и не зарегистрировано оно, как в приемной представительской Государственной Думы Сергея Нарышкина. Не предъявили мне это письмо в Комитете по этике, который комментирует данную статью, опять же, а не письмо. Поэтому, в принципе, технологии тех людей, которые занимаются этим, а я считаю, что это на 100% предвыборная компания, что готовятся к предстоящим выборам в сентябре месяце и пытаются сегодня различными способами начинать давление на будущих кандидатов. Вот это мое абсолютно, на мой взгляд, мнение правильное, да, потому что, повторюсь, письма я до сих пор найти не мог. Вот. Если разбирать сейчас статью конкретную, я повторюсь, что там все нелепо от начала до конца. А что значит нелепо? Допустим, ну вот давайте начнем разбирать... Вы считаете, что факты ложные изложены в уважаемом издании Коммерсанта? Да, вот смотрите, значит, нелепо претензии Сбербанка, которые описываются в этом письме. Всем хорошо известно, что, значит, единственной проблемой Агроховинга, Абсолют Агра, стал отказ Сбербанка реструктуризировать ему кредиты, которые были взяты на строительство свиноводческого комплекса. Подождите. Вот я это прокомментирую. Теперь, между прочим, значит, вот в этой статье Сбербанк, что называется, осознал свою ошибку и, как утверждает источник Коммерсанта, к тому моменту уже дал согласие на реструктуризацию задолженности. Эта фраза там звучит... Она звучит абсолютно верно. Да, хотя... В 2013 году, насколько я понимаю. Да, хотя согласия этого не видели ни учредители Агроховинга, ни руководители Агроховинга в лице директора, который на тот момент руководил, управлял этим холдингом и на протяжении двух лет, значит, ввел переговоры с Изберегательным банком, как раз как и о реструктуризации этой задолженности. Ну, это Константин Борисович Машуренко, который на тот момент был генеральным директором Агроховинга. Значит, вот это первая нелепость или абсурд, который там пишут, да. Значит, далее у нас выдвинуты в письме обвинения. Там звучат лишь там такие туманные намеки про якобы имевшее место спорное действие по выводу активов. Вот я цитирую, да. То есть, обвиняют меня в том, что я вывожу активы из данного Агроховинга. Значит, опять же, спорное действие по выводу активов. Значит, интересно, кстати, термин применяется спорный. То есть, у людей, кто печатал, размещал эту статью и готовил, значит, ну, написать незаконное действие здесь не поднимается рука. Потому что понятно, что, ну, последуют некие действия там со стороны... Ну, потому что это утверждение, конечно. Да, да. То есть, спорное действие. Ну, вот, и, по сути, вся статья, вот она в такой риторике написана. Достаточно сложно, значит, предъявить претензии, там, пойти в суд. Хотя, в принципе, наверное, это делать необходимо для того, чтобы бить по рукам тем, кто вот готовит такие подметные газеты или подметные статьи. Вообще это удивительно, да. Они размещают, в принципе, понятные расценки на эти статьи. Сколько они стоят? Мы с газетой «Коммерсант», в принципе, общались и, так скажем, я оцениваю стоимость этой статьи примерно от 30 до 50 тысяч долларов. А вы намерены, вот вы говорите, нужно пойти в суд, вы намерены от газеты «Коммерсант» потребовать объяснений, на каком основании они заложили факты без подтверждения, если вы говорите, что их нет? Естественно, я думаю, что мы будем этим заниматься, да, но я понимаю, значит, желание оппонентов, которые размещают эти статьи, и, в принципе, мне понятно, кто это делает, да, я думаю, что лучше бы эти люди потратили деньги свои на какие-то проекты социальные, да, которые бы, наверное, помогли им в будущем, там, в предвыборной кампании, ну, не знаю, там, различный спектр, наверное, возможностей на такие деньги, можно и форму хоккейную дарить, можно и семена для садоводов покупать. И так далее, и тому подобное. Это все политическая борьба, ясно. Однако с «Абсолют Агро» действительно серьезная проблема, и об этой проблеме говорили на протяжении всех этих лет все наши СМИ абсолютно. И я об этой проблеме говорил у вас неоднократно в этой студии, и говорил о том, что и учредители бывшие предприятия, и конкурсные управляющие сегодня ведут работу, а, по сохранению агрохолдинга, а он уже на протяжении двух с половиной лет пока находится в процедуре банкротства, и, значит, ищет активно инвесторов для того, чтобы продолжить вот то начинание, то, что было сделано с 2006 по 2013 год. База для дальнейшего развития предприятия, она существует, она сильная, предприятие достаточно крепко стоит на ногах. Значит, на сегодняшний день идут переговоры с потенциальным инвестором по приобретению данных активов. Я надеюсь, что мы в ближайшее время эту информацию раскроем. Значит, я в этом принимаю активное участие, несмотря на то, что в газете написано, что я нарушаю, значит, свою депутатскую этику и занимаюсь там бизнесом, да, я никогда не отказывал ни одному сельхозпредприятию Кировской области в решении тех или иных проблем. Значит, на приемы ко мне, как депутаты Государственной Думы, приходят постоянно фермеры, значит, частные предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, и я как зампредкомитета и как представитель вообще избранный от Кировской области вникаю в каждую проблему. Поэтому по агрохондингу я точно так же занимаюсь существующими сегодня проблемами в части нахождения потенциально сильного инвестора и вхождения его как раз-таки в учредителя. Сергей Александрович, смотрите, вот сегодня у нас какое марта? 3 марта. Написано было все это 29 числа. Неужели за несколько дней нельзя было запросить у Генеральной прокуратуры и там официально, например, запросить у Генеральной прокуратуры поступило ли такое письмо, и у Ваших комитетов тоже официально запросить у Госдумовских, чтобы они написали, что нет, письма не было? Вообще-то 4 дня, это очень странно, что Вы, зная, что письма нет, не запросили официальный запрос. Для того, чтобы уточнить или узнать информацию, или получить информацию, нет необходимости мне, как депутату, писать в комитет какой-то. Я это сделаю, напишу, обязательно получу ответ. Сразу же, буквально на следующий день, были сделаны звонки моим помощникам в комитет по этике, но я не думаю, что между депутатами идут какие-то вещи непонятные, кто-то скрывает. На сегодняшний день, я Вам еще раз повторю, есть информация о том, что ни у Сергея Нарышкина в аппарате, ни в комитете по этике данного письма от Герман Оскаровича Грефа не получен. Если это письмо всплывет при каких-то обстоятельствах в ближайшее время, если оно есть, если оно существует вообще, то, наверное, мы по этому письму будем разбираться и в том числе с данной статьей. Но я понимаю, для чего вот эти статьи и почему эти технологии сегодня применяются. Я не собираюсь тратить свое личное время на какие-то публичные ответы, на совершенно нелепые, предвзятые и передерганные факты. Я этим заниматься просто не хочу и мне этим заниматься неинтересно. Я хотела бы немножко резюмировать по этому вопросу все-таки, правильно ли я Вас поняла, что официально Вам Госдума сообщила, что письмо не поступало? Комитет по этике ответил, что данного письма у них нет. Да, и с Генпрокуратурой мы не имеем ответа есть или нет письма? В Генпрокуратуру, наверное, есть необходимость написать запрос, но мы должны понимать, что депутатку Государственной Думы отвечать будет в течение 30 дней. Наверное, можно такой запрос сделать, хотя я не вижу смысла. В этом запросе, если в Генпрокуратуру поступило данное письмо, и Генпрокуратура посчитает нужным заводить уголовные дела, проводить какие-то дознания, расследования... Ну, то есть Вы еще не решили запрашивать? Нет, подожди, ради Бога, я этот процесс остановить не смогу, никоим образом являясь депутатом. Я хочу сказать о том, что начиная с 2013 года в агрохолдинге Абсолют Агро проводилось несколько проверок отделом по борьбе экономических преступлений, следственным комитетом, прокуратурой. То есть они туда приходили, сберегательный банк неоднократно, и вот, опять же, подтверждая то абсурдность тех заявлений, что выводятся активы, сберегательный банк с достойностью такой периодичности, там, раз в квартал, высылает своих представителей на то, чтобы они могли посмотреть, посчитать, проверить наличие того или иного оборудования, здания и так далее и тому подобное. Этот процесс идет постоянно. Значит, по поводу проверяющих правоохранительных органов, я еще раз повторю, были неоднократные проверки, но вот по состоянию на сегодняшний день, да, наверное, к огромному сожалению тех, кто такие статьи заказывает, ничего не обнаружено в нарушении закона, да, а к нашей огромной радости, значит, в очередной раз там подтверждается, что мы, то, что мы делали, все мы делали в рамках закона, и я, будучи директором предприятия до 2009 года, могу с уверенностью сказать, да, положа руку на сердце, что ни одной копейки с предприятия не было, не выведено. Вот, все, что построено, все это на сегодняшний день функционирует, работает, идет воспроизводство стада, получается молоко, значит, свинокомплекс работает. Единственное, есть проблема недоговоренности до сегодняшнего дня со Сбербанком о реструктуризации задолженности. Несмотря на заявление. Ситуация такая, я вам скажу, как зампредкомитета по сельскому хозяйству, существует сегодня у одной трети сельскохозяйственных предприятий России. На сегодняшний день 2 триллиона рублей задолженность, кредиторская задолженность. Примерно половина этих денег это проблемные долги, то есть около 1 триллиона рублей на сегодняшний день испытывают проблемы по выплате или погашению кредитов перед банками, значит, различные формы собственности сельхозпредприятий, там, крестьянско-фермерские хозяйства, крупные агрохолдинги и так далее и тому подобное. Более того, я могу сказать, что Россельхозбанк сегодня из 100% кредитного портфеля, который они выдали сельхозпредприятий, порядка 40% это проблемные активы. То есть ситуация сегодня такая, не только в агрохолдинге, абсолютно агрохолдинге, но она практически по всей стране, несмотря на то, что нас победными реляциями, там, в газетах, в статьях пытаются усыпить или там сказать, что все у нас великолепно, идет у нас импортозамечение и так далее и тому подобное, я могу сказать, обладая достаточно большим объемом информации, что это совершенно не соответствует действительности. Я больше скажу, что я как зампредкомитета как раз-таки курирую этот вопрос по проблемным долгам, по долгам, которые сегодня существуют у сельскохозяйственного комплекса. Какое интересное совпадение. Да, на этих совещаниях постоянно присутствуют представители Россельхозбанка, Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБа, ВТБ и так далее и тому подобное. И есть на сегодняшний день озабоченность, что отрасль сельскохозяйственная перекредитована. Вы как зампред соответствующего профильного комитета в Госдуме, вы как человек, который занимается сельским хозяйством, как депутат Госдумы, все-таки, вы простите, давайте закончим то, о чем я спрашиваю. Неужели у вас не возникло желание поднять трубку и позвонить Грефу и спросить? Вы понимаете, вот... Если треть отрасли вот так перекредитована, то как бы... Во-первых, я не думаю, что... Не может быть, чтобы Герман Греф участвовал в простой политической игре. Вот смотрите... Судя по его высказыванию, человек не тот. Во-первых, я хочу сказать, что в плане проблемных активов у сберегательного банка более-менее ситуация в порядке. Потому что из всего кредитного портфеля сельскохозяйственному комплексу они вообще выделили мизер. У нас основную нагрузку по реализации национального проекта развития АПК на сегодняшний день несет Россельхозбанк. Доля кредитов выданных сельхозпредприятий там, она, конечно, в разы больше, нежели сберегательный банк. Все-таки сберегательный банк это кредитная организация, которая старается кредитовать, ну, такой серьезный бизнес, монополистов кредитуют. Они металлургические комбинаты, кредитуют они нефтяную отрасль и так далее и тому подобное. Вот в портфеле кредитов сельхозотрасли у Сбербанка меньше. Поэтому они, в принципе, чувствуют себя более-менее по отношению с Россельхозбанком. И поэтому по отношению к своим должникам они ведут такую политику, они не договариваются. Понимаете, они не хотят вести переговоры по реструктуризации задолженности, потому что, создав прецедент, они понимают, что все сельхозпредприятия или многие сельхозпредприятия начнут ходить и заниматься, значит, реструктуризацией задолженности. Так правильно я поняла, что ответки публичной коммерсанту не будет. Вы поймите, вот те, кто размещал эту статью, они ждут моей публичной ответки, чтобы я начинал расписываться, чтобы я начинал оправдываться. Я не хочу оправдываться за своей деятельностью и за свои, значит, действия. Я считаю, что мы идем правильным путем. Я считаю, что в конечном итоге мы найдем достойных инвесторов, которые будут не уничтожать предприятие, а вот на созданной базе, которую создали мы на протяжении 8 лет, будут приумножать и развивать данное предприятие. Поэтому вот в этом отношении у нас совершенно разные подходы с изберегательным банком. У сберегательного банка задача стоит зайти на предприятие. В смысле зайти и забрать? Ну, вот смотрите, зайти на предприятие, обанкротить его и продать частями. Допустим, там стадо продать, продать технику продать и, ну, по сути своей, уничтожить предприятие. А разве сейчас Абсолют Агро не банкротится? У нас же совершенно... Ну, вот еще раз, для вас я хочу небольшой ликбез. Вы понимаете, что процедура банкротства, она дает возможность сегодня предприятию заниматься производственной деятельностью. То есть идет процедура банкротства, но предприятие работает. Это нормальная общемировая практика. В момент введения процедуры банкротства кредиторы встают в очередь, они не мешают производственной хозяйственной деятельности предприятия, не лезут в его счета, в активы, не останавливают производственную деятельность, а предприятие получает возможность поиска инвесторов и выхода из ситуации вот такой кризисной. Поэтому это единственный способ не останавливать производственные процессы в агрохолдинге Абсолют Агро. То, что это используется в политических целях, и вот обвешиваются там, и навешиваются различные ярлыки вот на эту процедуру банкротства, ну, я в принципе понимаю, для чего это надо моим оппонентам. Мы уже раз в пять это сказали. Поэтому банкротство, это не значит уничтожение. Банкротство, это продолжение производственной деятельности. Понимаете? Да, вы упомянули. Давайте уйдем с этой темы уже, потому что мы посвятили ей очень много времени, недостаточно, я считаю. Вы сказали, что одна треть сельхозпредприятий Российской Федерации испытывает трудности с кредитами, да. Соответственно, банки их тоже, получается, закредитовали, и получают это сложные кредиты, которые вернуть невозможно. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Сельское хозяйство, то, что декларировалось последние два года с введением санкций, получило там карт-бланш в связи с импортозамещением к мощному развитию. И вы сами мне рассказывали в прошлом году, так спокойно достаточно у вас была риторика по поводу сельского хозяйства, в отличие от прошлых лет, что да, действительно, в этом-то году как-то получше, в 2015-м я имею в виду, что-то вроде двигается, и да, вроде получше. Сейчас же вы говорите, что ситуация не такая хорошая, какой хотелось бы быть. Так в каком состоянии сейчас наше сельское хозяйство, и как на его развитие скажется антикризисный план, подписанный 5 марта? В котором Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что в числе мероприятий есть мероприятия, так называемые меры оперативного реагирования, и их цель поддержка тех секторов экономики, которые хотя бы, хотя и испытывают сегодня значительные трудности, но имеют значительный потенциал, в том числе и сельское хозяйство, и сельхозмашиностроение. Вот такая фраза интересная, тоже она такая, мне ничего не говорящая. Но я антикризисный план не читала, и, честно говоря, читать не буду, поэтому обращаюсь к специалистам. В части сельского хозяйства, что сейчас имеет в виду Дмитрий Анатольевич Медведев и антикризисный план правительства? Ну, вот, свадь Светлана, да, если прокомментировать мои высказывания о том, что сельскому хозяйству стало действительно полегче и попроще, да, и появились какие-то перспективы. Но вы говорили об этом в 2015 году. Да, я не отрицаю, в 2015 году, весной, как раз мы с вами здесь на эту тему разговаривали, перед посевной, я помню, в тот момент, как раз, значит, евро и доллар достигли своего минимума, там, я помню, что евро стоило вроде бы около 55 рублей, там, доллар за 50 рублей, да. А все было страшно, что, не дай бог, 70. Нет, и вроде бы появились надежды в связи с тем, что выделили денег побольше, да, на сельскохозяйственную отрасль по сравнению с 2014 годом, что есть какие-то определенные перспективы, да. Но, к сожалению, эти иллюзии, значит, они улетели буквально уже к уборочной, да, когда у нас опять началась там дикая волатильность валюты, а ни для кого не секрет, что и сельскохозяйственная отрасль в том числе, она достаточно серьезно зависит от стоимости доллара. Почему? Значит, ну, во-первых, очень большое количество или большой процент сельскохозяйственной техники за эти годы был куплен или приобретен сельскохозяйственными комплексами импортных, да. И их нужно обслуживать. Это и американские, это и немецкие, это и бельгийские трактора, комбайны и так далее, и тому подобное, и стоимость исчисляется в тех же запасных частях на сегодняшний день, как бы в евро, да, и рост цен, он как бы дает о себе знать и в себе стоимости, да. Ну, рост цен на удобрение, вот эту тему мы тоже обсуждали неоднократно. Понятно, что, значит, производители удобрения, они привязываются к мировым ценам, да, а мировые цены, они привязаны не к рублю, к огромному сожалению. Да, но они попытались как-то дать какую-то скидку нашему производителю. А к гору, 27% дали, но тем не менее, в связи с тем, что евро и доллар выросли в два раза, естественно, для сельхозтоваропроизводителей минус 27% выросли в удобрении, да. Ядохимикаты тоже, к огромному сожалению, это товар, который торгуется на биржах, который тоже исчисляется в евро. Так в чем же заключается антикризисный план 2016 в отношении сельского хозяйства? Ну, вот по совокупности данных факторов, к огромному сожалению, когда мы посчитали в конце года, то вот эта добавка в размере 20 миллиардов, я не помню, 25 миллиардов бюджета по сравнению с 2014 годом оказалась чистым пшиком, да. Если мы говорим с вами о бюджете на 2016 год, действительно, там тоже добавили, но если говорить и привязывать его к абсолютным цифрам, а страна наша сама привязывается к доллару и киеву, то эти деньги меньше, нежели были выделены в 2015 году. 10 секунд. Что в антикризисном плане по поводу сельского хозяйства? Сейчас мы переходим к антикризисному плану, вот этот объемный документ. Тогда мы после перерыва перейдем. У нас сейчас перерыв, у нас три вопроса. Я буду держать жесткий тайминг тогда, Сергей Александрович. Продолжается особое мнение, у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение высказывает Сергей Доронин, депутат Государственной Думы от Кировской области. Сергей Александрович, две минуты не больше, а лучше полторы. Тезисно. Что касается антикризисного плана 2016, который был принят 1 марта в отношении сельского хозяйства? Для сельского хозяйства на сегодняшний день не выделены ни копейки. Комментарии к антикризисному плану говорят о том, что он будет пересматриваться по итогам полугодия 2016 года. Две основные статьи, которые занимают 90% расходов антикризисного плана. Это первое, предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации 310 биллиардов. Но я считаю это хорошо, потому что 2,3 триллиона на сегодняшний день долги субъектов перед бюджетом Российской Федерации и перекредитоваться необходимо, иначе бюджеты у нас все просто подсядут, и будут кассовые разрывы, и будут проблемы с выплатами заработной платы и так далее и тому подобное. Ну и поддержкой пролоббировали, насколько я понимаю, автопром у нас 88,59 миллиарда рублей. Наверное, субсидии будут на покупку автомобилей, плюс я надеюсь, что обновление санитарного автотранспорта в связи с высоким износом, ну и так далее и тому подобное. Вот, по сути, весь антикризисный план правительство перенесло опять на следующее полугодие, и, в принципе, эта история продолжается уже на протяжении года, насколько я помню. Изначально более 2 триллионов планировалось на антикризисный план, в итоге получился, ну, на мой взгляд, пшик, 400 с лишним миллиардов, это бюджетные источники, и более 200, вроде бы, миллиардов, 215 миллиардов, это внебюджетные источники. О чем это говорит? Что грозит населению Российской Федерации в этом году в плане продуктовой обеспеченности? Вот смотрите, это говорит о том, что сельское хозяйство будет само по себе, значит, и я думаю, что рост цен не остановить на продукты питания, да, здесь и вот эти вот продуктовые эмбарго, я считаю, что импортозамещение, это же история, она не одного года, да, и вот я повторюсь, несмотря на то, что 230 миллиардов рублей на сельское хозяйство выделено, но я, если привязать все это к абсолютным цифрам, там, к доллару, да, то это меньше, нежели в 2014 году, когда, там, доллар стоил в 30 рублей, поэтому сложности и проблемы будут, но, несмотря на это, сельское хозяйство, вот, оно будет продолжать куда-то двигаться, там... Будет закрываться сельскохозяйственные предприятия, или они будут тихонечко, там, чахнуть, выживать? Процесс, он идёт, он идёт... Или как-то, как-то, не знаю, может быть, одни будут, наоборот, резкий рвок вперёд, а другие закроются? Очень крупные сельскохозяйственные комплексы, крупные, мега, да, агрохолдинги, они будут развиваться, потому что у них есть доступ к финансовым ресурсам, значит, ну, вот такой индикатор, там, компания Мираторг, которая является одной из самых крупных по производству свинины, говядины, значит, в самый момент, в пик кризиса правительство, или ВЭП выделила, там, около полумиллиарда долларов валютного кредита, но это, как бы, о чём-то говорит, да, когда... А наши холдинги, они не такие мега? Нет, вот как раз, я говорю, а Мираторг, ну, это мега, это мега, нет, кировские холдинги, нет такого уровня холдингов, как в Краснодарском, Ставропольском крае, ну, и плюс сельхозпредприятия, которые находятся в близости от портов черноморских, значит, и которые сегодня на экспорт продают пшеницу, а в прошлом году 20 миллионов тонн мы продали, центнеров, вернее, продали мы за пределы Российской Федерации, они тоже будут получать прибыли, и я думаю, что в этом плане у них всё в порядке. Весь остальной, агробизнес, там, это и север, это и центральная часть России, это и Сибирь, это и Дальний Восток, я думаю, что будут испытывать, ну, достаточно серьёзные проблемы в связи с невозможностью получения дешёвых денежных средств. Точка. Давайте ещё посмотрим на то, как идёт сбор подписей, которая объявила «Справедливая Россия» 10 февраля. Я напомню, что партия СССР объявила о начале всенародной акции о сборе 10 миллионов подписей за отмену платы за капитальный ремонт транспортного налога, налога на земельные участки площадью до 8 соток. Ну, уже было в новостях, и уже говорили о том, что по оплате за капитальный ремонт есть некоторые подвижки в отношении некоторых категорий граждан, да, скидки там возрастным гражданам есть и так далее. Что сейчас вот с этим сбором подписей, и к чему вы дело ведёте? Ну, знаете, законодательное собрание действительно в феврале месяце приняло закон об освобождении от уплаты за капитальный ремонт граждан старше 70 лет на 50%, значит, старше 80 на 100%, там применяются определённые нормативы на человека. Ну, такой интересный, на мой взгляд, закон был принят, но с оговоркой, что финансирование под него начнётся там с 1 июля, да, 2016 года, в случае, если правительство изыщет финансовые средства. Значит, это уже хорошо, это подвижка в сторону как раз-таки того, о чём говорит «Справедливая Россия» на протяжении уже более года. Значит, ну, повторюсь, мы не принимали, мы не голосовали, да, за закон о капремонт, и считаем до сих пор, и эта позиция, она не просто популистская, она аргументирована. Значит, с партией КПРФ, с фракцией КПРФ, Конституционный суд мы обращались, и на основании обращения, значит, прокуратуру генеральную, они вынесли действительно решение о том, что... Это было феерично. ...закон, значит, у нас действительно, он не соответствует... Не совсем, не совсем, он не знает, что не в полной мере. Вот, затем по каким-то причинам прокуратура отозвала своё решение, но вот буквально... Доработать. Да, доработать. Буквально сегодня Конституционный суд, вот пока нет результатов, должен принять решение о правомощности вообще взымания денег за капитальный ремонт. Я повторюсь, и моя позиция здесь тоже чёткая, и фракции в нашей Государственной Думе. Я думаю, что законопроект этот не должен реализовываться на территории Российской Федерации, потому что государство к реализации этого законопроекта не готово. Вот есть из разных источников данные, что за 2015 год, 90 с лишним миллиардов рублей было по всей Российской Федерации собрано, 25 миллиардов рублей у нас было потрачено на капитальный ремонт, да. То есть порядка 70 миллиардов у нас осталось на счетах компании, и деньги эти дешевеют с каждым годом, да, в связи вот с той ситуацией, которая у нас происходит в Российской Федерации, вот с процессами инфляционными. Значит, ну и государство говорит о том, что оно не готово вообще к реализации данного закона. Ну и плюс самый главный аргумент, понятно, что я сегодня заплатил за капитальный ремонт, должен ждать проведения этого капитального ремонта на протяжении 20-10 лет. И ваши оппоненты тоже весьма аргументированно говорили о том, почему необходимы эти деньги сейчас, потому что, опять же, нет денег в бюджете, и наш жилищный фонд ветшает, и что же делают? Смотрите, я думаю, что наиболее грамотное и трезвое решение должно было быть принято, как мы это и предлагали, на территории Кировской области, коль уж большинство у нас продавило решение и принятие этого закона, значит, собираемость не на уровне 7 рублей, я говорю сейчас о нашей области, а попробовать пилотный проект этот реализовать, я его называю пилотным проектом, потому что ни для кого пока до конца непонятно, как будут работать эти механизмы, ну не сбора денег, а освоение этих денежных средств. Мы предлагали не более 2 рублей, давайте, ребят, отработаем эти механизмы. Да, минуту, вы считаете, что и сейчас возможно еще вернуться к пересмотру платы за капитальный ремонт и опустить ее с 7 до 2 рублей? Повторюсь, Светлана, 90 с лишним миллиардов по всей России было собрано, из них 25, ну одна четверть, да, была освоена. Почему бы ЗАГС собрание, вы считаете, не рассмотреть? Почему бы 7 рублей с копейками, значит, не сделать 1 четверть, это примерно на уровне 2 рублей 50 копеек. Вы знаете, я не знаю тонкости работы законодательного собрания, и как часто можно пересматривать эти вещи, можно ли это пересматривать, когда уже принято на текущий год, вы знаете? Я думаю, что все в силах вообще и законодательного собрания, и выйти с этой инициативы есть возможность. Но под эти 7 рублей уже запланирована масса мероприятий. Если мы сейчас с вами перейдем к двум... Светлана, вот я повторюсь еще раз, может быть, вы меня там не услышали. Я услышала, и тех не израсходовали, что собрали. 95 миллиардов по всей стране собрали, 25 миллиардов израсходовали. То есть это примерно четверть. Я хочу, вот знаете, чего добиться? Вот когда они об этом говорят, что они не израсходовали, мне не поясняют почему. Хочется понять, какой план. Ну, вы понимаете, там есть на то масса причин. Одна из основных причин, во-первых, там, неспособность проведения вот такого количества торгов на различные дома, да. Не готовность компаний строительных участвовать в таком количестве капитальных ремонтов просто нет и у строительных компаний ресурсов на сегодняшний день таких, да. То есть нет прозрачности полной и понимания, в каком порядке эти капитальные ремонты будут реализовываться. То есть, в принципе, есть огромное количество ограничений, которые не позволяют сегодня в полной мере реализовывать этот законопроект. Повторюсь, значит, четверть денег сегодня была использована за 2015 год. 70 или 75 процентов этих денежных средств осталось на счетах, значит, фондов капитальных ремонтов регионов. Это говорит о неэффективности использования денежных средств. Деньги эти дешевеют, деньги, значит, эти, тем не менее, изымаются из карманов налогоплательщиков, простых граждан. Эти деньги могли бы налогоплательщики или простые граждане, там, Кировской области, Московской области, я считаю, что эффективно потратить на собственные нужды, пойти в магазин, купить сельскохозяйственную продукцию, помочь сельскохозяйственной отрасли в реализации сельхозпродукции. Я считаю, необходимо продолжать давление на правительство и пытаться приостановить действие данного закона на территории Российской Федерации, как мы это и предлагаем сделать до 2021 года. 2021 года на 5 лет приостановить. Это требование, значит, сегодня фракции «Справедливая Россия» озвучено. Мы начали акцию по сбору подписей, потому что, на наш взгляд, достаточно эффективно сработала акция. В прошлом году, в 2015 году мы миллион подписей собрали и, значит, на грузовиках отвезли в Белый дом. Значит, сдали это все Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И вот после этого появилась подвижка о, значит, принятии закона об освобождении от уплаты капитально. За капитальный ремонт граждан старше 70 и 80 лет. Вот 10 февраля вы объявили о сборе подписей, а на данный момент их сколько? Ну, на сегодняшний день собрано несколько тысяч подписей. Задача у нас, мы перед собой стоим вот в Кировской области, собрать порядка 150 тысяч подписей. И процедура эта началась. В какой даче? Я думаю, что мы к концу года, 2016 года, вот с этой задачей справимся. И, в принципе, я активность людей... То есть весь год будете? Я активность людей вижу, и к нам в офис партии на Октябрьский проспект 125 просто ежедневно там десятки людей приходят и подписываются под вот этим обращением Дмитрия Анатольевича Медведева. Там не только о капитальном ремонте говорится... Да, у нас время заканчивается. Тайминг, к сожалению, время программы подошло к концу. Я надеюсь, что мы с вами поговорим как раз и о транспортном налоге, и о восьмисотках, и о многих других проектах «Справедливая Россия». Благодарю Сергея Торонина за его особое мнение. Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. Спасибо.